Динамо. Пока нам представляют судейский состав, хочется сказать, что очень сложная, очень непростая для Факела получилась, очень непростой для Факела получился сезон, ну и в общем-то предыдущие несколько игр тоже получились достаточно неудачные для команды, но тем не менее хочется сказать, что сейчас Факел занимает в турнировой таблице шестое место. В последнем, в предыдущем круге, в 27-м команде Газпром Югра-Сургут все-таки удалось подвинуть нас немножечко, но разница в сегодняшнем году. Сегодня принципиальный матч именно для противостояния Факела с Сургутом, потому как сегодня Факел играет с московским Динамо, тут достаточно сложно предсказать, чем закончится игра, хотя, конечно, более опытная команда будет противостоять нам сегодня. Ну а вот Газпром Югра встречается с Кемеровским Кузбассом. Трудно, трудно будет нашим соседям географическим, потому что Кузбасс команда, которая сопротивляется, огрызается, за каждое очко заставляет бороться, воевать и не оставляет надежд забраться повыше в турнировую таблицу. Ну, собственно, чем закончится все это, мы узнаем уже сегодня вечером. Те, кто следит за чемпионатом Суперлиги, уже сегодня вечером будут знать, в каком порядке останутся команды перед выходом в плей-офф, ну и, собственно, кому с кем предстоит играть в играх серии плей-офф. Ну, а сейчас нам представляют стартовый состав команды гостей. Итак, на площадку выходят Сергей Гранкин, пасующий, Павел Круглов, диагональный, доигровщики Денис Бирюков и Юрий Бережко, центральный блокирующий Игорь Филиппов и, конечно, Максвелл Холт. Множество знакомых, знаменитых фамилий, я бы сказал, больших фамилий. Не просто будет, не просто сегодня факелу. Ну, а с нашей стороны площадки на поле вышли Игорь Колодинский, наш капитан. Он еще не до конца все-таки оправился от травмы, рука побаливает, говорит он. Но, тем не менее, уже пару игр провел на площадке. Егор Клюка, Илья Власов, Антон Фоменко, Вадим Лихошерстов, Игорь Тюрин. И в роли Либера, в роли Либера у нас, насколько мне понятно, Владимир Шишкин. Ну что ж, вот-вот начнется первый сет сегодняшней встречи. Вот-вот будет отправлен в полет первый мяч этой игры. Ждем от этой игры максимум эмоций, максимум красоты. Ну и очень надеемся на победу, конечно же. Вперед, вперед, Ямал! Вот он, первый розыгрыш. И сразу же... И сразу же московская Динамо показывает, что ну не лыком шиты. Ребята, 1-0. Посмотрим в повторе. Или не посмотрим. Нет, наверное, не увидим, что же произошло. Достаточно простая была сейчас подача. Хотя и смутила немножечко игроков «Факела» тем, что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая скидка. 2-0 уже на табло. И восьмой номер продолжает Денис Бирюков. Серию подач. Снова не складывается. Третье очко уходит в копилку Динамо. Да, начало не очень многообещающее. Но, тем не менее, это только начало. Я думаю, игроки «Факела» сейчас с нетерпением ждут, когда любимая команда соберется с духом и сделает уже прорыв. Но все еще не выходит. Четвертое очко в копилке Динамо. Москва. В 26-м туре Суперлиги «Локомотив» из Новосибирска играет с Грозным. «Белогорье» сыграет с «Югрой» Самотлор. Вот мы сейчас видели на экране Игоря Сергеевича Чучева. Он в данный момент исполняет обязанности главного тренера, как пишут на официальном сайте команды «Факел». Результат последних трех матчей, которые команда провела на выезде на клубном собрании признали неудовлетворительным. Ну и в итоге вот пришло такое решение о небольших изменениях в тренерском составе. Какой блок! Замечательный блок. И уже пятая очковка в копилке Динамо. Но мы продолжим. «Белогорье» из «Белгорода» играет с «Югрой» Самотлором. Кемеровский «Кузбасс», как я уже говорил, с «Газпром» Югра, с «Ургутский» район. То, что мы сейчас видим. «Динамо» Москва и «Факел» Новый Уренгой. «Казанский» Зенит играет с «Прикамьем». «Урал» Уфа с «Оренбургским» нефтяником. А между тем «Факел» взял первое очко в сегодняшней встрече. Краснодарская «Динамо» сыграет с Нижегородской губернией. В данный момент, в данный момент, вот как распределены места и очки. Лидирует «Белогорье» Белгород. 67 очков и всего одно очко отрыва от «Казанского Зенита», у которого 66 очков. 58 очков и третье место в турнирной таблице у команды «Динамо» Москва. Вот они, ребята, с которыми мы сегодня играем. «Новосибирский Локомотив» 54 очка, четвертое место. «Газпром» Югра, с «Ургутский» район. К великому сожалению, поклонников «Новоуренгойского волейбола» пятая строчка таблицы и 41 очко. Простите. Всего на одно очко отстает «Новоуренгойский факел» 40. Теперь вдумайтесь, 58 и 40. 18 очков разницы между командами, которые сейчас стоят на этой площадке. Ну а затем «Кузбасс» Кемерово, седьмое место, 38 очков. «Губерния» Нижнев Новгород, также 38 и 8 место. Ну и далее по не спадающей «Динамо» Краснодар, 9-е, 10-е, Югра Самотлор, Нижневартовск, 11-е, Прикамьеперн. «Оренбургский» Нефтяник, 12-е, строчка «Уралуфа» 13-е и «Грозный» закрывает турнирную таблицу. Первый технический, первый технический за «Динамо». Пойдем и подстрахуем. Если вы не добавляете прием, надо помочь на сердце. Не надо бить, да? Здесь варианты. Скиньте за крайним. Закройте двум. Давай, подстрахуем, подстрахуем, поднимаем троем. Вова, да? Спасибо. Заканчивается первый технический тайм-аут. 8-1 счет на табло. Ну, а «Динамо» Москва – это команда, которая вполне может стать нашим конкурентом в четвертьфинальной серии плей-офф. Самый давний, один из принципиальных соперников новорингойской команды. В матче первого круга его играли еще в ноябре 2014 года. Игра, которая тогда была сыграна, была великолепна, красива, прекрасна. Это было нечто, но, тем не менее, третьи и четвертые сеты в концовке третьего и четвертого сетов остаются за «Динамовцами», ну и победа также остается за ними. Более опытная команда. Более, как мы видим, собранная, но об этом нам говорит и турнирная таблица. Следим за игрой. Очень надеемся, что хоть что-то еще поменяется сейчас в рисунке игры. Скидки, попытки обмануть. «Факел» не играет еще пока в полную силу. Мы это прекрасно видим, хотя... Хотя... Есть определенные подвижки. Вот сейчас Антон Фоменко продемонстрировал неплохую атаку. «Феликошерстов» отправляется на подачу. Наш высоченный, центральный, блокирующий под номером четыре. Простенький планер, ну и в итоге легкая атака. Время на подумать, так сказать, у московского «Динамо». И вот таким обманным маневром. И еще одним очком у «Динамо» заканчивается этот розыгрыш. 10-3. 10-3. Несколько смущен сегодня «Факел», как мы видим. Несколько не клеится. Игра 11-3. мы больше вас ждем большего ожидаем от нашей любимой команды очень хочется увидеть эту команду в лучшем ее виде но вполне возможно что ко второму сету ребята разыграются разгонятся наберут обороты но что это за атака не сложилось с атакой очень очень странными надо сказать атаками обмениваются сейчас соперники но надо отметить что то что не получается у факела замечательно переходящий мяч это был 13 3 ну и собственно господа москвичи не применули воспользоваться этой возможностью 13 3 ну вот ну вот можем же хрестоматийная атака 4 13 колоссальная разница в счете просто колоссальнейшая страшно подумать Игорь Тюрин ооо хороший силовой ну и в очередной раз чуть не обманули динамовцы хозяев площадки ну как так блок аут от рук Антона Фоменко уходит мяч в аут 14 4 10 очков разница холт максвелл холт на ваших экранах центральный блокирующий под номером 12 13 какая мощная подача у этого парня и какой воистину непробиваемый блок сегодня демонстрируют господа москвичи крючок валентин безруков выходит на площадку на смену игорю кавальдинскому выходит в ту связку которую мы наблюдали множество последних игр не пошло не пошло что то у Игоря у нашего любимого капитана у нашей любимой команды переживает Игорь вы этого не видите уважаемые телезрители мне вот прекрасно видно как плывя с площадки Игорь Игорь очень расстроен ну а собственно предыдущий розыгрыш завершился ошибкой динамовцев в сетку ну а теперь 16 5 второй технический тайм аут и он также остается за гостями и 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 что то радикальное нужно предпринимать в свою сторону не просто это будет макс лук продолжается рома мартынюк вышел на площадку в роли либера а макс лук подает в сетку не на пользу пошла пошел на этот технический тайм-аут Илью Власова наблюдаем на экранах второй по росту человека в нашей команде 2.12 его рост ох какой непростой планер ну как это так и атаки нет а все равно практически теряем мяч почти потеряли мяч да, Егор, отлично да именно такую атаку мы ждем от тебя 7.16 дал Егор то, чего ждали Егор Клюка да, Игровчик 2.09 прошу любить и жаловать в его исполнении был этот мяч а Илья Власов продолжает серию подачи и снова его планер фирменный блок, блок заиграл давай, давай, Вадик Лихошерстов и Фоменко Вадик, не отказывайтесь от блока так, сзади должны кричать ну, это крайний вариант Вадик, качки, да все, и пойдет завязываем немножко игру давайте подъехаем да даже на своем месте чуть получше ну, давайте, давайте смещайте приоритет, ребята 8.16 сдвигайте, сдвигайте этот счет Илья Власов продолжает давай, Илья, давай на тебя вся надежда, дорогой хорошо сейчас сработал блок, но но, к сожалению, не успели ни Власов, ни Клюка за этим мячом не успели и мяч переходит на сторону Динамо и снова Денис Биряков вот так, опять Егор отличился молодец шикарно 9.17 Валентин без рукав человек, который занимал место в основной связке на протяжении многих игр пока Игорь Колодинский лечил свою травмированную руку Игорь Филиппов на ваших экранах центральный блокирующий команды Динамо вот так вот так Игорь Тюрин отличился в этот раз Антон Фоменко возвращается на площадку а вот подача у Егора не пошла подача не пошла к сожалению 10.18 очень жаль что складывается так как только находим как только находим какую-то точку опоры в одном из элементов игры почему-то проваливается другой элемент игры ну а Динамо подает в сетку и на подачу со стороны факела выходит номер 4 Вадим Лихошерстов 2.16 его рост очень сложный планер эйс отличный первый эйс в этой игре в исполнении в исполнении Вадима Лихошерстова 12.19 хорошо красиво хорошо сокращать надо счет очень сильно сейчас надо сокращать счет второе из подряд в его исполнении отлично 13.19 вот оно зрелище ради которого вы не слышите уважаемые телезрители наверное что сейчас происходит на трибунах это просто какое-то буйство самое настоящее ну а третий мяч уходит в аут ну тем не менее предыдущие два были прекрасны просто великолепны именно ради такого зрелища приходят люди в спортивный зал любителей волейбола одно дело видеть это на экране телевизора другое дело воочию наблюдать такие моменты что ж атака-то не пошла блок поднял поднял нет нет какой-то слаженности что ли не хватает сегодня нашим ребятам 21.13 вот мы сейчас наблюдали момент когда столкнулись между собой два игрока попытки достать мяч какая-то некая легкая несогласованность но я думаю что она все-таки вот так отлично вот и илья власов свой первый мяч сегодняшней встрече положил на поле соперника 14.21 все-таки огромная разница в счете 7 очков Игорь Тюрин давай Игорь давай отлично но не туда 22.14 приближается развязка при любом раскладе приближается развязка всего три мяча еще надо положить динамовцам Максон Хоуп на ваших гранах вновь для того чтобы победой завершить первый сет ну нет без боя не сдадутся исправляется Игорь Тюрин исправляет собственную неудачную подачу вот такой вот хорошей ататой Фоменко Антон хорошая сильная подача вот так почти хрестоматийно блок аут 23.15 отыгрались от блока Сергей Гранкин отправился отдохнуть со стороны Динамо Москва но к сожалению пока не успел заметить я кто вышел ему на замену ай-яй-яй-яй-яй-яй какая опасность 24.15 и впереди у Динамо несколько сетболов второй тайм-аут берет команда факел сетболов попробую ждите его спонат дайте дайте ему подпрыг он дайте ему дайте 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 наверх да Егор врачи прием если подача не доводит особых надежд на этот сет уже я думаю не телезрители не зрители в этом зале не возлагают но по крайней мере это сет из которого можно сделать множество выводов и нужно сделать множество выводов и исполняющему обязанности главного тренера Игори Сергеевичу и команде всей и что-то с этим надо сделать блок-аут сет-бол 25-15 первый сет за гостями площадки жаль что вышло так вот в повторе посмотрим этот момент вот он ушел мяч в аут ну что ж первый сет за гостями будем наблюдать как дальше будет развиваться игра вернемся через несколько минут поперед으로 египет производства Продолжение следует... 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 пятнадцатый номер нет, пятнадцатого нету мне показалось, что это был шестнадцатый номер а вот Вадим Лихошерстов вот так вот аккуратненько обходит блок игрок под номером восемь Денис Бирюков а нападающий игрок под номером пять Сергей Гранкин сложный соперник удержали, удержали хотя, да что ж это такое добились своего именно тем приемом, который мы пытались в самом начале 4-2 доказали непробиваемость своего блока москвичи опять то же самое и снова восьмерка кладет замечательный мяч в нашу часть площадки ох, не такой, не такой игры мы ожидали когда шли сегодня вечером газодобытчик включали, или включали телевизоры те, кто живет не в Новом Уренгое 3-5 хоть, хоть, чтобы не сглазить по крайней мере, не такой бешено разгромный пока что разрыв по очкам Игорь Тюрин на экранах хорошая подача гладкая, но достаточно простая прямо под руки Егора Клюке сейчас этот мяч был отправлен Юрий Бережко на ваших экранах номер 9 да что же это такое прямо в блок, в лоб ну не получится в лоб атаковать этих ребят ну понятно же было по итогам первого сета не выйдет атаковать этих парней в лоб 7-3 продолжает Бережко, продолжает вот сейчас симметричный ответ от Валя Безрукова от Валя Безрукова под ноги, под ноги прямо а нет это не Валя Безруков, это Антон Фоменко отличился ну и на подачу сразу отправился ай-яй-яй-яй-яй чуть не смазала сетка всю картину сейчас товарищу Фоменко ну тут уже ошибку совершают динамовцы отправляют мяч в аут в ап от рук блокирующих и у Антона появляется второй шанс сделать хорошую хорошую подачу ну что же такое не готовы мы оказываемся к таким вот атакам 8-5 первотехнический за гостями вновь вновь я думаю что теперь можно вновь вновь будет много вновь мы можем сейчас немножко на края переключиться 4-2 вновь давай давай вновь 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 то 8-5 разница по очкам поменьше но какие то моменты все таки вызывают тревогу некоторые моменты в частности не готовы к этим странноватым атакам динамо а динамо очень четко очень четко чувствует слабину и не шарашит со всей силы когда этого не надо обходит блок ну посмотрим посмотрим очень не хочется конечно чтобы так все это закончилось может и не закончится макс ухо хорошая силовая подача м ай-яй-яй-яй-яй расшипся Егор Клюка блок соперника казалось бы уже видели многократно шикарный непробиваемый блок надо быть готовыми к тому что мяч отскочит обратно что-то мешает мешает что-то Ваут сыграл на Цивилхолд подарил небольшой шанс Илья Власов на экранах утомительная конечно игра утомительная в целом утомительный сезон был для команды которая первый чемпионат играет в таком составе в этом составе ребята молодые ребята после суперлиги я факел имею ввиду конечно же сейчас после молодежной лиги в суперлиге ребята не всегда чувствуют себя комфортно рядом с соперниками которые по крайней мере основы составов которых в протяжении нескольких лет не менялись в частности Динамо Москва команда опытная большая 10-7 благодаря ошибке москвичей вот Валентин безруков пропускаем один за одним пропускаем 11-7 ребята ну соберитесь уже ну надо же как-то бороться ну пожалуйста мы все вместе все вместе с телезрителями со зрителями в этом зале мы умоляем вас соберите и непробиваемый блок елки-палки как же это как же это все поменять то как же изменить эту игру похоже что в замешательстве не только игроки но и тренеры тренерский состав у уренгойской команды по крайней мере вот так вот блок от лихошерстного и тюрина ну и мяч у Егора Беки сильный был мячик но атаки москвичей сильнее 13-8 5 очков 5 очков разница сейчас в счете не такая уж и страшная разница не сумел валя безруков обрабатывать этот мяч хотя выбрал правильную позицию сложный планер вот ну вот же можно же подобрать мяч после блока а вот блок аут отлично 9-13 сокращайте сокращайте давайте это будет только начало мы очень просим вадим мы же видели на что ты способен в первом сете замечательные два эйса подряд давай Вадим не подведи ай-яй-яй-яй-яй-яй аккуратно подает осторожничает Вадим лихошерстов в этот раз хотя конечно тоже шикарный планер Власов и Тюрин не успевают закрыться от этого мяча 15-9 вот сейчас вообще произошло очень странное событие понадеялись уже на ошибку но нет четко в девятый метр а вот такие ситуации тоже бывают хорошая атака замечательная атака 10-15 и еще раз это Илья Власов молодец красиво Игорь Тюрин смягчили блоком этот мяч отлично замечательно отработали мяч Игорь Тюрин продолжает подачу 11-15 на табло осторожничает с атаками сегодня с подачами осторож... что это было? 16-11 16-11 и второй технический руки, а ноги немножко расслабиться мы не ходили ну все уже нормально все вы смотрите там когда поменка страной блок можно чуть-чуть сделать как стандартно да, 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 да чуть-чуть можно крайне блокирующий ну ударит он там один раз по линии ну ничего страшного пока он всего нам в стык забивает между вторым и третьим блоком дальше, 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 дальше сейчас очень интересную особенность подметил пока выговаривал Юрий Маричев со своими подопечными неудобно и слегка футболки у гостей площадки восьмерка и девятка очень сильно похожи и издалека сливаются друг с другом 16-11 5 очков, разница в счете последняя часть второго сета Юрий Бережко на экранах номер 9 номер 9 ну тоже, в общем-то, осторожничает с подачей Юрий блок-аут 12-16 ну поувереннее немножечко, конечно, чувствую себя с этим а Динамо запросил повтор Динамо повтор опросит Без изменений остается решение судей 12-16 Антон Фоменко с мячом а вот Антон не стесняется подает полную силу и вот результат захлебывается атака Динамовцев в аут уходит 13-16 тайм-аут бросились да вот на четвертой зоне ты кем-то рано так пришел да нет, он пришел рано и прошел мяч вчера Близко пришел Потому что длинную сторону передач Если он там был бы А ты идешь как будто на плюс Съем сразу внимания Почуял Юрий Маричев Чем сейчас все это может начать пахнуть И решил подкорректировать Свою команду Немножечко ее поведение на площадке Потому что сейчас Антон Фоменко Может еще пару таких мячей Отработать Непростых на приеме Вау Вау сыграл Антон Фоменко 17-13 И тут уже невозможно понять Тут невозможно как-то однозначно ответить На вопрос что лучше Осторожничать или все-таки рисковать на подаче Потому что Ну Не угадаешь Волейбол такая игра В которой никогда не угадаешь Отличненько Отличненько Да, вбили Нет Нет Попробуем в повторе увидеть Что произошло Ваут Ваут ушел Мяч не коснулся блока К сожалению Мне показалось, что было касание Но нет Ошибся 18-13 Опять увеличивается преимущество Динамо Ну Третий раз Ну в третий раз Одно и то же 19-13 Теперь уже Игорь Сергеевич берет Тайм-аут Отдается на все сто В этой игре Команда гостей Ну что ж 19-13 6 очков разница Можно еще что-то сделать или нет Интересно Ну Как я говорил Никогда не знаешь Куда повернется В какую сторону повернется Игра Это волейбол А это третья подача Мацулла Холта Ну не вышло обмануть Ну бываем Значит силой попробуем добить Но 14-19 Как интересно Сейчас у Игоря Тюрина Получилось Практичесный мяч Между руками двоих Блокирующих Блок Замечательно Егор Клюка Вадим Лихошерстов 15-19 Можем Можем ведь побороться Ну давайте ребята Илья Власов На подаче Ну Илья Осторожно Что-нибудь С подачами Чаще всего Хотя и от него Можно ждать Сюрпризов Чуть не перевесели Динамовцы Нашего Егора Клюку Отлично Отличная Атака Которая вела Мяч Ваут И Динамовцы Опять берет тайм-аут Ну конечно Не нравится Можешь отщеплиться Мы можем постраховать Но ты сразу проигрываешь Плюс два блока Можешь Вдоль сетки обмануть Только два блока Поднялись У тебя какие варианты От себя До блок Шестая зона Или по пальцам Не нравится Такой напор Илья Маричеву А нам нравится А мы ждем продолжения Мы очень ждем продолжения Илья Власов Продолжает Ображает серию подачи Хрестоматийная атака В обход блока 20-16 Павел Круглов У нас на подаче Со стороны Гостей площадки 2-0-3 Ох и сильная Подача А вот тут Лихошерстов Пытался Насколько Как это любит Волков Обычно делать Касание сетки Зафиксировал Судья 17-20 Тут так В неожиданные Такие стороны Летел мяч Что обе команды Слегка растерялись Ну и Так сложилось Что Первыми ошибку Совершили Москвичи А вот сейчас Чуть я с ней случился Егор Все не оставляет Попыток Обмануть Гостей Их любимыми Вот такими Вот при Отлично Отлично Вадим Лихошерстов Замечательно Сориентировался В ситуации Конечно Настолько Высокому Игроку Аккуратненько Скинуть мяч Поверх На лоб Соперника И привет Отработали Блок Сейчас Динамовцы 21-18 Но Но повод Понервничать Из гостей Появился Все-таки Денис Бирюков Две замены Подряд Две замены Подряд Сейчас У Динамо Произошли Денис Бирюков На подаче 21-18 Счет Не особо сложный Планер В его исполнении Успеваем Поднимать Успеваем Отлично Молодцы Прямо Прямо За тоненькую По самую Линию Сыграл Сейчас Егор Из очень Неудобной Позиции Очень Неудобной 19-21 Работаем Блок Но К сожалению Ваут 19-22 Замена В команде Факен Мартынюк Вышел На площадку На смену Егору Клюке Вот так вот Теперь Мы показали Как мы умеем Охрабатывать От лока 20-22 Ой Напряженная Концовка Второго сета Получается Вот этого Вот этого Волейбола Мы ждали От нашей команды Именно такого Вадим Лихошерстов Ох Чуть не случился Очередной Эйс Сопротивляемся Как можем Но Тем не менее Сдаем Этот розыгрыш 23-20 Ай-яй-яй-яй-яй-яй Какая ситуация Это На площадке Непростая Складывается Номер 17 Александр Болдырев Отправляет мяч К сетку Еще один шанс Дарит факелу 21-23 Гранкин вернулся На площадку А у нас Игорь Тюрин И тоже мяч К сетку 24-21 Как близки Как близки Мы к тому Чтобы не дать Сейчас Москвичам Не отдать Москвичам Сейчас этот сет Внутри очка В пользу Команды Москвичей Но В конце второго сета Все-таки Мы видели Уже красивый волейбол Надеемся На третий сет Вернемся Через несколько минут По мнению Американских Критиков Одна из лучших Экранизаций Романа Марка Твена О приключениях Геккельбери Фина Ну кто тебе велел Учиться грамоте? Вдова Вдова Ну она сама сказала Что я бедная Заба лучшая овечка Когда рабство Основу людских Взаимоотношений Трудно услышать Голос человека Сквозь расовые предрассуды Понимаешь, Гек Что я тебе скажу? Давай сделаем плод А? Течения быстрые Неделю через две Мы будем в Кейро И я стану вольным А ты выучишься И будешь капитаном А? Учина Друзья по несчастью Плывут к мечте О равенстве И справедливости У них есть Только дружба Верность И надежда Если вы хотите знать Вы видите Перед собой Сироту Несчастного Везвести пропавшего Людовика Шестнадцатого Сын Людовика Семнадцатого И Мари Может превратиться В шпионский боевик Когда будущий родственник Спецагент ЦРУ Всем стоять Что? Что случилось? Я сказал не дергаться Послушайте Я ортопед У кого вы получили этот контейнер? У него? Не дышит жар Кажется я отравился Не будь со сынком Свадьба отменяется Почему? Марка Мелисса куда-то пропад Что ты делаешь? Принимаю меры по предотвращению Чего? Они могут пустить сюда торпеду Майкл Дуглас и Альберт Брукс В комедии Свадебная вечеринка Взрувежное кино На Первом Арктическом Альберт Брукс Возвращаемся на площадку Культурно-спортированного центра Газодобытчик Для тех кто только что К нам присоединился Вот такая информация Финальный тур Регулярного чемпионата Суперлиги По волейболу Среди мужских команд Новорингойский факел Встречает Московское Динамо Не в пользу хозяев площадки Идет эта игра на данный момент 2-0 Общий счет по партиям Лидируют москвичи Вся надежда На третий сет По крайней мере Концовка второго сета Вышла Очень-очень Интересной Хозяева площадки Немножечко Посопротивлялись А теперь ждем Чтобы они Множечко Посопротивлялись Ну то есть Показали Полную свою силу Все свои способности Очень мы этого хотим И люди на трибунах Этого очень хотят Вот они Эти люди на трибунах Которые очень хотят И люди перед своими телевизорами Очень этого ждут Игорь Филиппов Открывает со стороны Динамо Эту игру Опять переходящие мячи Игорь Клюка принял Обработал А вот блок Антону Фоменко Прошибить не удалось 1-0 1-0 И Игорь Филиппов Продолжает Серию подачи Закрыли Заблокировали Сейчас Этот мяч Москвичи Причем Как-то так Совершенно без усилий Что Пугает И настораживает Немножечко Ямальских Волейбола 2-0 2-0 Лидируют Москвичи Вот опять чуть не произошло То же самое Добейте уже куда-нибудь В другое место Аут Аут Вроде бы и достал Этот мяч Денис Бирюков Но И в то же время Не достал Вот так вот 1-2 1-2 И Вадим Лихошерстов С мячом Быстрая реакция На передачу Молниеносная Атака И 3-1 Третий номер На экране Павел Панков Исполняет Павел Панков 4-1 4-1 Это третья Есть В сегодняшней Встреча Первые два Исполнил Вадим Лихошерстов В первом сете Игрок под номером 3 Игрок под номером 3 Вторая подача Блокаут Блокаут 5-1 Очень-очень Сразу 6-1 И туго нам придется В этой Одной четвертой серии Плей-офф Впрочем При любом Раскладе Павел Не просто придется Потому как Команда Как я уже Отмечал И как все Уже Наверняка Отмечали Многократно Хоть и дерзкая Но молодая Играет Первый сезон В этом составе Но в серии Плей-офф Собираются Все-таки Сильнейшие 7-2 Трудно сказать Трудно, конечно Сказать Чем все это Закончится 3-7 Очень-очень Хочется Надеяться Что это еще Не конец Что еще Не все Сказали Ямальские Волейболисты Не все Свои слова Они все еще Показали Ночистоспособные Антон Фоменко На подаче Чуть не исполнил Эйс Антон Фоменко Да ну что ж Такое Казалось бы Ну из такого Неудобного Положения Динамовцам Пришлось Вытаскивать Этот мяч 8-3 8-3 Первый технический Снова Само с плечами Команды возвращаются На площадку Для того Чтобы уже Завершить Наверное Сегодняшнюю встречу Хотя Хотя есть еще Есть еще Опомеленная надежда Ну Зрители Болельщики Никогда не перестают Надеяться На то что Любимая команда Все таки покажет Высший класс Но и опасения Есть Но и опасения Конечно При таком раскладе Есть Всегда Есть опасения Что Это сет Завершит Игру Сегодняшнюю Но мы надеемся Мы надеемся Мы верим Волейболистов Ай-яй-яй-яй Ну все таки Да Все таки Блок У Динамо Сегодня Просто Железобетонный Непрошибаемый Хотя нет Тут вот Судя по повтору Не блок сработал Тут судя по повтору Сет Дала обратный ход И опять сетка На этот раз Егору Глюке Попалась под мяч Причем совершенно непонятно Совершенно непонятно Что случилось В последних Нескольких Играх Ну вот это вот Череда неудач Преследует Факел Уже Похоже Шестую Игру подряд Да что же Это такое Атаковать же Надо Атаковать же А не просто Передавать мяч Сопернику Ну вот Атака Блок Сами себя Утомили долгим Розыгрышем Дождались Наименее Удачного Момента В третий раз Подряд Егор Клюка И в общем то Уже поняли Москвичи Что так и будет И Знали Где блокировать Где защищаться А от Макс Волохолта Спасения Нет Эйс в его Исполнении 12-3 Тайм-аут Вынужден Брать Игорь Сергеевич Чуть Не нужно Просто так Мяч падает Давайте Вдвоем Столкнулся В баме В конце концов Покажем Что мы Боремся В конце концов Да Давайте Убьемся У нас и так Народа нет Но будет Еще на одном Мече Какая разница Да Самое последнее Дело Просто Сложить ручки И дождаться До конца Да Давайте Немножко Попираемся А ведь Действительно Именно на то И похоже О чем сейчас Игорь Сергеевич Сказал На то Что сложили руки И просто Ждут завершения Встречи Хозяева Площадки Конечно Всегда Неприятно Когда Происходят Какие-то Перемены Какие-то Перепиты Какие-то Какие-то Несуразицы Нескладушки В ходе В ходе В ходе Сезона Но надо же Продолжать Играть Это же Волейбол Ай-яй-яй-яй-яй Попытка игры На чужом поле И все В общем Печально Закончилось Для москвичей 4-12 Алексей Самойленко На площадке Как мы видим Непростой планер В его исполнении 4-13 Уже 4-13 Да Как нож В масло К сожалению Входят На нашу сторону Площадки Атаки Москвичей Павел Круглов Ошибается Павел Подает В сетку 5-13 Гранкин Возвращается В поле Вместо Павел Павел Игорь Колодинский Рука Все еще Закрыта Защитными Биндами Но Подает Мощно Спас Этот мяч Наш Ливера Спас Может быть Ненадолго Конечно Но Спас Очередная Техническая Ошибка И 6-13 Давай Давай Капитан Давай Смелыми Подачами Смелыми Сейчас Уже Осторожничать Мне кажется Не время Сетку Трудно Игорю Колодинскому Тяжело Игорю Колодинскому 6-14 14-6 Видно Что тяжело Видно С каким Трудом Пока Еще Даются Игорю Все Подачи Все Атаки А Ваут По мнению Судей Ваут Ушел Этот мяч 15-6 Уже 9 очков Александр Болдырев На экранах Не получается Не выходит Прошибить Этот блок Второй Технически Занан В принципе Не будучи Внутри Команды Сложно Сложно Судить Но тем не менее В 16-6 И Болдырев Продолжает Серию Подачи Ну уже Да Уже же Пора Наконец Просыпаться 7-16 Прием Передача Атака Все красиво Все Планомерно Давайте Давайте Братцы И блок Работает Ну как Ну вот же Лихошерцев Фоменко Можем же Фоменко В основном Давайте Давайте Ребята Проснулись Проснулись Блокаут 17-8 Рома Играет Москвичи 9-17 9-17 Парни Это же шанс Вадим Это шанс Нет К сожалению Не шанс 18-9 В два раза Отличается Счет В два раза Переезжают Москвичи В обход Всех блоков В обход Приема Это Снова Крайне Странный Был Эпизод Вот Это Подача Павла Панкова Ну уже Столько Таких Ваут Четко Ваут Отыгран Мяч 29 Еще Один Таймаут Последний У факела Как есть возможность Давайте Прыщем По максу У нас не так много Моментов Которые Получаются Сложная Подача Четвером Принимаем Двой Либера На площадке Сейчас Давайте Завяжите Чуть Давай 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 Хотя бы Сейчас Дам 9 20 Что ж Похоже Что исход игры Уже Очевиден Павел Панков Не просто Этого человека Остановить Но сам себя Остановил Павел Панков 20 10 В два раза Ровно Разница В счете Игорь Тюрин Эйс В исполнении Игоря Тюрина 11 20 Так ждали Фирменного Тюринского Силового Что так вот Странно Отреагировали На планер Но Быстро Пришли В себя 21 11 10 Очков Факе Лука Это Не Прискорбно Уже Наверняка Не отыграть Сегодня Ну и Еще Вот вам Шанс 12 21 Замена Клюка Вернулся На площадку Обратная Замена Егору Наверное Пора Уже Показать Все На что Он способен Да Ладно Наш ответ Симметричный Совершенно Подача В сетку 22 12 12 Номер Человеку Который Сейчас С мячом Это Макс Лохол Чуть Не Сбила С толку Эта Сетка Опять Сейчас Атаки Не Вышла 23 12 Как Это Не Печально Признавать Господа Любители Волейбола Господа Ямальские Любители Волейбола Похоже Что тут Уже Все Очевидно Как это Не печально Хотя Конечно Вот такие Подарки Все еще Происходят Но Динамовцам Конечно Нечего Уже терять Они Не стесняются В подаче В атаке Рискуют По полной Алексей Самойлен Кого Сейчас Подавать Будет Он Со своим Планером Чуть не Сбил С толку Москвичей Блок Тяжелый Неповоротливый И не очень Эффективный Не сложилось В этот раз Гранкин Сергей Гранкин Судя по всему Человек Который Завершит Сейчас Эту встречу Нет Ты смотри Ка Ты смотри Ка 14 24 14 24 Это Вадим Лихошерстов Сопротивляется До последнего И вот Игорь Колодзинский Своими руками Дарит Победу Москвичам Это Завершение Это Конец Это Конец Встречи Третьего Сета Это Конец Регулярного Чемпионата Это Последняя Встреча В регулярке Для Факела Перед 1 Четвертой Плей-офф И это Победа За Москвой И Факел Остается Со своими 40 очками И теперь Все зависит От того Как Газпром Югра Сургут Сыграет Со своим Сегодняшним Соперником Кемеровским Кузбассом Ну что ж Будем Ожидать Ну и Конечно Теперь Уже Понятно Что Нашим Соперником В серии Плей-офф В одной Четвертой Серии Плей-офф Станет Именно Московская Динамо Ну а Что из Этого Выйдет Будем Ждать Будем Смотреть Спасибо Вам За то Что Были С нами Смотрели Эту Игру Для Вас В прямом Эфире На Первом Арктическом Работал Продолжение следует Редактор субтитров